Всем привет, друзья! Да, всем привет, друзья! Вы на канале Мир и Мира, и сегодня я буду проходить свою же собственную карту, которая называется Эмирс Ворд. Это прохождение нужно для тех, кто пытается пройти мою карту, которая окажется в интернете, ну, не знаю, в течение этой недели точно окажется на сайте Майнкрафт Инсайт, и по ссылочке вы сможете её скачать. Ну, а сейчас я начну проходить эту карту для тех, кто пытался пройти мою карту, но не знал, либо просто любит посмотреть прохождение карты, пускай и моих собственных. Для начала, здесь есть правило, которое вам надо будет прочитать, но внимательно смотрите сюда. Если вы хотите пройти эту карту по-честному, то не смотрите прохождение. Прохождение тоже будет нечестно смотреть, если вы... Ну, как бы, вначале постарайтесь всеми силами пройти эту карту, а потом смотрите прохождение. Ну, что ж, а мы приступим. Для начала, здесь у нас будут всякие инструменты, наподобие алмазного меча, всяких там брони, но, в принципе, всё нам это не нужно. Жмакаем кнопку, и теперь всё в скорости зависит. Чем быстрее мы доберёмся вот до этого рычага, закроем дверь и жмакнем на кнопку, тем лучше нам будет, потому что там будет всё больше и больше спавнится мобов. Но когда мы нажмём на рычаг, спавн мобов прекратится. Жмакаем на эту кнопку. Переходим дальше. Здесь у нас есть меч и лук. И мы можем убить, либо убить поборников, чтобы оказаться за той стороной, либо с помощью мастера паркура можете вон туда вот пропрыгнуть, ну, либо же пройти вот этот паркур. Но я это делать не буду, потому что я лучше убью поборников и сделаю всё как бы правильно. Но уже нет, потому что я здесь зажал спавн. Ну и вы поняли. Я прошёл методом паркура мою карту, так что я проверяю, бендингом работает или нет. Можете пройти классическим методом, убивая поборников, там, после покупая стрелы у жителя, стреляя по кнопке, ну и так далее. Но можно, конечно, пройти паркуром. Тут нам надо будет взять только несколько вещей, всё остальное нам и не пригодится на этой карте. А теперь здесь быстренько просто пробегаем, потому что это такие странные лёгкие уровни, для меня, по крайней мере. Здесь лабиринт, примерно вот так вот вам надо будет ходить. Здесь оно, вот здесь вам нужно будет съесть золотое зачарованное яблоко, которых здесь два, на двух игроков. Но, если вы играете в одиночку, никто вам не запрещает жрать сразу все яблоки. Ну и здесь проплываем лабиринт, точнее, водную канализацию, зажав кнопку Ctrl. Потому что, если вы не зажмёте, то вы, скорее всего, не успеете. Здесь всё заполнено водой и передышек не будет, разве что только в конце. Вот здесь вот одна передышка, где вы можете передохнуть и подышать воздухом. И только уже на конце, вот примерно как-то здесь. Теперь, нам нужно будет здесь, если мы откроем вот тут, эту дверь в нас стрельнут. Тут ничего нет. Эта дверь ведёт тупо вон туда. Эта дверь, если мы сюда зажмём, тут, короче, маленькая ловушка, там паркур, который вообще почти невозможно пройти, но его проходить не надо. Нам надо всего лишь открыть вот эти вот двери. Просто прыгнуть сюда, зайти сюда, нажать на кнопку и дальше можно умереть. Потому что, объясню, другого метода пройти этот уровень нет. Ищите подсказки. Например, вот здесь вот есть подсказка, которую вы можете взять и прочитать. Но я её читать не буду, потому что я создатель карты и бесполезно мне это читать. И вот здесь, где было здесь откроется надпись, пишется открыто. Мы прошли на следующий уровень. А здесь у нас паркур. Мы должны будем прыгнуть, чтобы не упасть в лаву. Я раньше, этот паркур был почти невозможен, но теперь его, теперь я его довольно облегчил. Хотя его всё равно трудно пройти. Ну, давайте я сейчас пройду паркур, покажу вам мастер-класс, как проходить паркуры. Пока я тестировал ту карту, сейчас честно вам расскажу, эту карту я очень много раз переделывал, вносил изменения. Так, шумакаем сюда на кнопку. Но и поэтому на этой карте я вечно проходил этот паркур и уже идеально отточил метод его прохождения. Так что, не думайте, что я такой мастер по паркурам, так как я не очень хорошо их прохожу. Здесь мы должны будем успеть прыгнуть досюда, но если не успеем нажать на эту кнопку, будет у нас подсказка. Но она нам не нужна, потому что здесь есть кнопка, на которую нам надо будет нажать. Тут появляются очень опасные мобы, которых лучше нам надо посторониться. Вот поэтому и нужны были стрелы. Вот сейчас они как раз пригодились, чтобы убить всяких там мобов, которые здесь. Но на самом деле это не надо. На самом деле здесь надо всего лишь пройтись вот сюда. А в это вам может помочь любой моб, который забежит за ту дверь. Как я его толкнул, это просто жестяк. Здесь мы ничего не сделаем, просто разобьем эти падающие блоки. Но нам надо будет идти вот сюда. Ха, как вам такое, ребята? Вы бы догадались самостоятельно, что надо идти туда? Это... Ну, я сам придумал такой метод. Называется прохождение в черном бетоне. Тут у нас есть сундук, но его советую не открывать, потому что сейчас будет не очень хороший... Взрыв будет, короче. Теперь идем. Здесь нам нужно будет взять самые лучшие оружия. Примерно такие. Тут стрелы порчи, потому что дракон боится порчу. Тотем бессмертия. Ну, можно взять щит. И взять всякие нужные вещи. Отсюда берем броню. И одеваем на себя. Ну и также можно будет взять щит. Так. Все. И теперь идем сюда. Зажечь портал. Тут, извините, помехи. Но начать игру. Начинается загрузка. Нам надо будет немного подождать. Примерно 20 секунд. И... Загрузка закончится. И мы начнем игру. Точнее, финальный уровень. Потому что все позади. Мы уже прошли. Так. Теперь. Здесь мы возьмем читать. Вы это обязательно должны прочитать. Жмакаем кнопку. Теперь. Мы оказываемся в таком вот портале. Давайте съедим яблоко. И прыгнем. Загрузка территории. Назад посмотри. Мы смотрим назад. А тут у нас ничего нет. Я сам не понял почему. Должно быть. Но почему-то нет. Теперь. Нам надо будет убить дракона. А вот сзади я так и не понял. Куда пропал? Ааа. Ребята. Точно. 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 Да. Вот это вот я очень плохо сделал. Мне придется переделать карту. Ну вот. Теперь. Когда мы смотрим назад. Вот у нас тут появляется командный блок. Но опять. Опять не продумал. И почему-то этот командный блок появляется неправильно. Эндер дракон пытается нас сбить. Но у нас. У него ничего не получится. Потому что у него низкий интеллект одним словом. И теперь здесь появляется дыра. Которой раньше не было. Я потому что перестировал механизм по спампоинту. Тут только когда умрет дракон. И только теперь понял как это сделать. Ну то что. Когда дракона я убивал. У меня пересоздались башни. А я это даже не заметил. Ну и как-то так получилось. Так. Я короче в общем вернулся. И теперь я покажу как убивать дракона. Притом здесь только всего лишь один кристалл надо будет уничтожить. И это довольно облегчит нам жизнь. Вот примерно одной стрелой. Мы застрелим кристалл. Потому что здесь нельзя строиться. И мы вряд ли сможем. Кстати у нас есть. Тотем бессмертий. Да еще и невесомость на ботинках. Поэтому такие вот. Такие падения нам вовсе не страшны. Так что. Теперь нам придется идти к дракону. И ликвидировать его полностью. А я это. Знаете ли. Умею. Так. Сойдем в золотое яблоко. Это мой текстур пак. На самой карте его не будет. Только если вы скачаете этот текстур пак карты щит севера. Специально. На так же том же сайте майнкрафт инсайт. Под ником мэплер. Мэплер это. Так меня зовут на всех картах. Мой никнейм. Карта. Мэп никнейм. Теперь нам надо будет убить дракона. Это все скучно. Поэтому мы пропишем команду. Килс собачка е. Но вы так не делайте. Вам надо честно его убить. Эндер дракон. Просто я и так много его убивал. Ну для вас это может как бы. Для вас это может. Быть. Тренировка. А я его и так сотни раз убивал. Я и так профессионал по этому. И когда мы убиваем дракона. Мы автоматически телепортируемся на наш выигранный уровень. Тут мы можем взять карту ночью. Алмазы выдать себе. Даже салют сделать. Это мое любимое что есть на карте. Любимое. Салют. Тут творческий. Можем переключиться на творческий. В сундуках порыться. Тут у нас есть читать. О карте. Книга. Книга читов. Так. Что ты хочешь почитать. Это возможно для тебя. Нажимай на кнопки. Вы можете читерить. Как угодно. Здесь читать. Автор. Мэплер. Канал. Икс. Мир и мира. Икс. И. О канале. Ну короче. О канале. Почему я называл это о канале. Если это о. О карте. Да. Все нормально. И как то так. Мы прошли карту. Теперь мы. Имеем полное право. Делать с этой карты. Что угодно. Единственное что я запрещаю вам делать. Это создавать пародии на эту карту. Ну. Пародии можете создавать. Но нельзя создавать. Прям. Чтобы. Одно и то же. И выкладывать свою карту. Начнем. Мою карту. Под своим никнеймом. И здесь у нас есть. Эффект. Клеер. Собачка. Пи. Левитейшн. И поэтому. На этой карте. Шалкеры нам не страшны. Потому что шалкеры могут. Нарушить. Карту. И вы ее будете проходить по чикерскому. Здесь вы можете изучить механизм. Тик так. Механизм. И. Честно вам говорю. Над механизмом. Я постарался только 5. 5 дней. И. Эту карту я. Если честно. Строил. Еще когда мне было только. 10 лет. Когда я только начинал играть в майнкрафт. На компьютере. Правки которые я внес в эту карту. Во взрослом состоянии. Точнее. В 13 лет. Сейчас. Я уже. Я там построил вот этот стронглд. А раньше там был еще один механизм. Мини игра. Но она была баганутая. Поэтому я ее отключил. Хотите знать какая? Телепортируюсь по координатам. 40. 251. И 10. Там вас ждет не только пасхалка. Так. Не только пасхалка. Но и также мой старый добрый механизм. Старая мини игра. Которая должна была быть на карте. Но ее почему-то не стало. Если вам любопытно это. То телепортируйтесь по координатам. Ну а вот здесь. Вот у нас есть. Вы можете изучить и механизмы. И все эти вот. Все что я построил. Ну короче. И так далее. А на этом все. Это было прохождение моей собственной карты. М Мэплер. Точнее. М Мирс Волт. И. Я скажу вам то что. Я не первый кто ее проходил. Мой один друг ее тестировал. И сказал что в моей карте очень много багов. Я ее тоже сам протестировал. И понял что это и правда правда. Ну а теперь я убрал все. Совершенно все баги этой карты. И вы можете нормально на ней поиграть. Ссылочка появится через неделю. Ну а на этом всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok